Дарья Сударева Материнская слава. Как в Ульяновской области живет семья с 13 детьми? В Ульяновске стартовал открытый региональный чемпионат WorldSkills Russia «Молодые профессионалы». Алкоголь, темнота, разметка. Почему бьются машины на ульяновских дорогах и как это исправить? Губернатор предложил на аппаратках разбираться в страшных ДТП. Со статистики смертности на дорогах Ульяновской области началось традиционное аппаратное совещание. Облправительству была представлена небольшая, но очень эмоциональная презентация. Юные инспекторы движения Ульяновска, победители и призеры всероссийских интернет-олимпиад наглядно показали, как обстоят дела на дорогах региона. Губернатор внимательно выслушал выступление и добавил, что в силах правительства проработать эту тему и подумать над тем, как сократить печальную статистику. Кроме этого, Сергей Морозов раскритиковал доклад о реализации реформы чистоты. Больше всего главу региона возмутил свал на Камышинской, куда сбрасывают мусор местные предприниматели. Руководитель региона подчеркнул, что итоги реализации реформы чистоты за 11 месяцев будут заслушаны на следующей неделе и посоветовал спикерам подготовиться. Подробный материал о ходе аппаратки смотрите в следующем выпуске. К другим новостям. В Москве прошел съезд партии «Единая Россия», в котором приняли участие ульяновские делегаты, включая и нашу съемочную группу. На съезде дали старт подготовки к избирательной кампании 2021 года в Государственную Думу. Кроме этого, премьер-министр Дмитрий Медведев вручил партийные билеты ряда губернаторов, политиков, общественных деятелей и бизнесменов. 19-й съезд партии «Единая Россия» начался с совместного заседания Генерального и Высшего Совета партии. Перед его началом председатель «Единой России» премьер-министр Дмитрий Медведев вручил партийные билеты ряду губернаторов, политиков, общественных деятелей и бизнесменов. Среди 16 новых партийцев и ульяновец, председатель областной ассоциации ТОСов Владимир Сидоров. Я вижу усиление сейчас в нашей работе, потому что как я занимался общественной работой, так и заниматься буду. Развитие гражданского общества, помощь также нуждающимся. Все то же самое, только я считаю, что еще более энтузиазм будем делать. Потому что ведь обеднение, я всегда говорил, что ТОС – это обеднение, а ассоциация – обеднение. А партийная Россия – это тоже облюбленное обеднение, благодаря которому можно изменить жизнь к лучшему. На совместном заседании представили направление работы шести рабочих групп Генерального Совета партии. Они займутся перспективными задачами развития страны. Кульминацией партийного дня стало пленарное заседание. Оно началось с выступления президента России Владимира Путина. Глава страны поблагодарил участников съезда и членов партии за содержательную и деятельную поддержку. Единая Россия – крупнейшая ведущая политическая партия страны. И этот статус она приобрела, потому что всегда на первое место ставила защиту интересов граждан, интересы нашей Родины. На сложнейших поворотах истории не боялась ответственности, брала эту ответственность на себя, на свои плечи. Не боялась трудных решений, которые не приносят сиюминутной популярности и не дают дополнительных очков на выборах. Но крайне необходима для страны, для ее безопасности, для стабильности, для жизни людей, причем на длительную перспективу. Президент назвал Единую Россию правящей партией. По словам главы государства, задача заключается не в том, чтобы править, а в том, чтобы служить гражданам России. Единая Россия должна стать партией лидеров и реальным социальным лифтом. То, что сегодня сказал президент, говоря уже о активной стадии реализации национальных проектов, вот какое-то такое, знаете, ощущение нового гладковоздуха, ощущение новой такой вот силы, духа, который помогал нашим предкам стоять под Москвой и переломить хребет немецко-фашистам войскам. Вот так и сейчас. Я вот сейчас со многими общался с коллегами из разных регионов Российской Федерации, и у всех вот такое ощущение какого-то подъема, хорошего человеческого подъема, потому что президент сказал простые слова о том, что надо жить для людей, надо жить ради людей, надо жить ради нашей замечательной страны. На площадках съезда представители Ульяновской делегации провели ряд встреч с федеральными министрами. Почти 500 миллионов рублей будет направлен на ремонт областного театра кукол, школьных спортивных залов и спортклубов и на основление школы номер 43 в Засвияжском районе. Это в полном смысле соответствует словам Дмитрия Медведева о том, что «Единая Россия» берет полную ответственность за историческую судьбу страны. Впереди участие в избирательной кампании следующего года и подготовка к выборам в Государственной Думе в 2021 году. Дмитрий Медведев отметил, что партия должна быть честна с избирателями. Участвуя в выборах как самовыдвиженцы, некоторые наши коллеги, члены партии «Единая Россия», я имею в виду их, естественно, скорее этим запутали избирателей и точно не помогли своему избранию. Вот там, где кандидаты не скрывали свою партийную принадлежность, результат оказался выше. Партия выдвинула кандидатов на губернаторских выборах, там, где выдвинула, и все они одержали уверенную победу. То же произошло и на выборах других уровней. Поэтому считаю, что кандидаты от «Единой России» должны гордиться своей партийной принадлежностью. А если кто-то стесняется быть в наших рядах, лучше выйти из партии. Лидер партии обозначил несколько направлений работы. Дмитрий Медведев лично возглавит комиссию подготовки новой партийной программы «Единой России». Улучшится работа общественных приемных. Молодая гвардия станет функционировать по модели проектного офиса. А правозащитная деятельность станет одним из главных направлений деятельности партии. Появится правозащитный центр. У нас в той или иной степени работают данные центры в виде бесплатных юридических приемных и юридических консультаций на базе общественных приемных партий. Но сейчас мы, безусловно, на базе главной приемной «Единой России» сделаем настоящий правозащитный центр, где будут работать адвокаты Ульяновской области, где будут работать юристы Ульяновской области, где будут работать вплоть до нотариусов Ульяновской области и, конечно, депутатский корпус. Василий Гладев отметил, что с начала следующего года правозащитные центры должны начать работу в Ульяновской области. Партийцы будут контролировать выполнение принятых съездным решений партии. Абсолютно на всех уровнях. От муниципального до федерального. Я думаю, что партия «Единая Россия», как и в городе Демитровграде, так и в Ульяновской области, так и во всей России, берет на себя обязательства, те обязательно, обязательства, те, которые они должны выполнить будут, и за это их конкретно спрашивать. На заключение съезда произошло кадровое обновление руководящих органов партии. Завершился 19-й съезд партии «Единая Россия». На нем было принято несколько важных решений. Партия начала свою подготовку к выборам в Государственную Думу 2021 года. Был создан правозащитный центр партии. Обновлена работа общественных приемных. Делегаты разъехались по регионам, чтобы воплощать решение съезда партии в жизнь. Данила Ноздряков, Юрий Конихин, Новость Селл Правда ТВ, Москва. В регионе продолжается сезон сельскохозяйственных ярмарок. На этот раз торговля прошла в Засвияжском районе. Работали консультационные площадки, а Ульяновский облпотребсоюз угощал всех гостей гречневой кашей. На пересечении проспекта 50 лет в ЛКСМ и улице Полбина ярмарка проходит уже второй раз. И второй раз, несмотря на морозную погоду, яблоку негде упасть. Люди приезжают еще затемно. Всего торговлю посетили больше 8 тысяч человек. По традиции свою продукцию представили сельхозтоваропроизводители, крестьянско-фермерские хозяйства, крупные предприятия со всей области. Торговлю ввели с 217 машин. Большой популярностью у горожан пользовались свежее мясо, рыба и разносолы. По подсчетам специалистов Минсельхоза, общая сумма выручки составила больше 8 миллионов рублей. Горожане приобрели более 9 тонн мяса, 9 тонн сахарного песка, больше 3 тонн меда, почти 3 тонны рыбы и рыбной продукции. Сегодня, например, сахар у нас реализуется на ярмарке по цене 22 рубля. Яйцо куриное С1, соответственно, у нас продается по цене 50 рублей, в то время как в магазинах она реализуется, допустим, по 67 рублей. Поэтому есть определенная разница в определенной группе товаров, где действительно ярмарка является достаточно конкретно способной и представляет гражданам по ценам ниже, чем в торговых сетях. Кроме торговли, фермеры встретились с представителями профильного ведомства и соцзащиты. Вместе они обсудили меры социальной поддержки, которые могут получить ульяновцы на развитие личного подсобного хозяйства. Следующая ярмарка пройдет на улице Минаева 7 декабря. Анна Тищенко, Новости, Управда ТВ. Скоро в Ульяновске появится еще одна школа. Не новая, а хорошо забытая старая под номером 43. Заброшенным объектом на улице Севастопольской уже занялись представители региональной власти. Когда начнется ремонт и зачем нужен единый образовательный центр? Расскажет Виктория Черкова. Здание восстановить, территорию облагородить. Школа номер 43 в Засвияжском районе скоро преобразится. Сейчас здание на Севастопольской больше напоминает руины, нежели объект, пригодный для образования детей. Горы мусора, выбитые окна, провалившиеся полы и разрушенное крыльцо. Школу можно смело использовать в качестве локации для фильма про постапокалипсис. Но учреждение еще послужит ульяновским детям. Капитальный ремонт запланирован на следующий год. Губернатор Сергей Морозов выехал на место, чтобы ознакомиться с планом грядущих работ. Суммы обговорились с чиновниками. Где-то 30-40 миллионов рублей для того, чтобы было не только суперкомфортно внутри школы, вокруг школы, но и микрорайон. После ремонта 43-я школа объединится с 34-й гимназией. Это необходимо для создания центра цифрового, гуманитарного и инженерного образования. Направление разделят. В гимназии будут готовить к творческой деятельности, а в школе растить технарей. То есть на базе этого учреждения будут открытые учебные классы с мягкой предпрофилизацией с 5-го по 8-й класс и предпрофильной подготовки 9-е. И уже профильная подготовка – это 10-е и 11-е классы. Школа номер 43 рассчитана на 600 детей. Ремонт учреждения запланирован на 2020-2021 годы. Сначала заменят крышу, окна, двери и реставрируют парадную. Также заново проведут отопление. В ремонт коммуникации будет вложено 24 миллиона рублей. В улице, которая находится рядом, тоже вдохнут новую жизнь. Преображение коснется территории Севастопольской, Стасова, Рябикова и Богдана Хмельницкого. Виктория Черкова, Даниил Сурков. Новости Улправды.ТВ. В воскресенье утром губернатор Ульяновской области начал рабочий день с визита в Меликеский район. Здесь глава региона проконтролировал выполнение ранее данных им поручений и обозначил пути решения проблем, которые ему озвучили жители Муловки. Один из озвученных вопросов касался завода «Кипократ». О чем еще шла речь на встрече Морозова с активной общественностью, расскажет Наталья Абанина. Воскресный визит в Меликеский район Сергей Морозов начал с муловки. Здесь глава региона первым делом спросил местных чиновников о выполнении поручения, которое было дано недели раньше. Имам Хатаб-Мечети обратился к Морозову с просьбой посодействовать в решении давно обозначенной, но почему-то постоянно оставляемой без внимания со стороны местной власти проблемы. Речь шла про уличное освещение улицы Лесной. Не то, чтобы его вообще не было, но работающих фонарей было явно недостаточно. Темнота, например, школьники есть, например, у нас. И потом вот у нас там колодец есть, который качает. Там надо было свет постоянно. Люди утром, не вечером, после работы берут воды чистой. И там освещение так плохо было. После обращения к губернатору вопрос решился за считанные часы. На встрече губернатора с активными жителями поселка обсудили вопрос ремонта дороги, той, что ведет к местной мечети. Сейчас этот участок протяженностью почти в один километр представляет собой песчаную насыпь. И во время дождей здесь образуются ямы. В 2020 году здесь начнут работы по укладке асфальтового покрытия. Не обошли стороной самый злободневный вопрос – соседство жилых домов с заводом «Гиппократ». Соседи пестрят возмущенными комментариями местных жителей. Сейчас решается вопрос и с председателем правительства Александровичем Смекальевым о том, чтобы завести сточные воды и канализационные стоки данного производства в очистные. Очистные уловки у нас тоже в не лучшем состоянии. 70-й год установки где-то такой. Приблизительно это время строились они. Они не в надлежащем состоянии. И как бы принять они, принимают ежедневно, принять они могут 6 тысяч кубов. Сейчас у них поступает 350. То есть они даже где-то на 10% работают. Реакция Морозова была жесткой и однозначной. Если бизнес не хочет поворачиваться к людям лицом, то власть не должна отмалчиваться и закрывать глаза на происходящее. Гиппократ, по-моему, уже всех достал. Дальше некуда. Мы, конечно, все время к бизнесу относимся очень, как сейчас принято красиво говорить, толерантно, спокойно. Стараемся им все время помогать, рабочие места. Но не до такой же степени. Вот сколько уже последние лет, наверное, 5 только говорим. Гиппократ, гиппократ, гиппократ. Как будто это, так сказать, я не знаю, там авиастар, УАЗ, или еще какой-то завод для нас там, суперценный. Мы еще не можем их заставить навести порядок. Ну, смотрите, вот там, пруд, насколько я понял, так сказать, все эти обещания так и не почищены. Значит, там жалобы от народа так и продолжаются. По словам Министерства природы и цикличной экономики региона, в отношении данного предприятия уже ведется проверка в рамках административного дела. Не исключено, что по ее итогам предприятие приостановит свою деятельность. Наталья Абанина, Анжелика Боровинок, Демград, 24, специально для Улл.Правда.ТВ. Дети цветы жизни. Валентина Григорьева из Меликесского района знает это не понаслышке. Женщина уже воспитала троих своих детей и занимается воспитанием десятерых приемных. Поздравить с Днем матери семью прибыл Сергей Морозов. Пошли. Привет. Приглашай. Приглашай, посмотри. Вы пойдете со мной посмотреть на дамы? Вы если пригласишь? Конечно. Наверх, Сергей Морозов. Ух, ничего себе. Дом полный детского смеха и счастья. Семья Григорьевых – пример для всего Меликесского района. Они достойно воспитали троих родных детей и воспитывают десять приемных. Однако, мама Валентина считает – каждый свой, родной и очень любимый. Муж работал на севере, дети выросли, осталась в большом доме одна, смотрела телевизор, увидела детей и очень даже как бы хотел почувствовать себя еще раз мамой. Ко дню матери Сергей Морозов наградил Валентину Петровну почетным знаком Ульяновской области материнская слава первой степени. А через несколько дней сам наведывался в гости – посмотреть, как живет большая семья. Ребята провели для главы региона экскурсию по дому, показали, где учат уроки и играют. Друг за друга ребята горой. Валентина Петровна гордится каждым ребенком и признается – старается быть мамой во всех смыслах. Мать есть мать. Она должна и поддерживать, она должна и озаботиться, она должна и наставлять на путь истинный. Мамой быть. И мамой быть, наверное, стараться большой буквы. Подарком семье стал сертификат, благодаря которому они смогут отдохнуть в одном из пансионатов. Анна Тищенко, Новости, Управда ТВ. В правительстве Ульяновской области обсудили проекты, реализуемые на территории региона в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На совещание собрались заинтересованные министерства и ведомства. Подробнее расскажем в нашем материале. Еще летом на дорогах Ульяновской области складывалась неутешительная ситуация с дорожно-транспортными происшествиями, в результате которых гибли люди. Но сегодня, как подчеркнул председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин, картина изменилась в лучшую сторону. Благодаря проводимым многочисленным мероприятиям в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Если раньше нас ругали за дороги, за качество дорог, то здесь уже отношение самих водителей и то, как они себя ведут на дорогах, то в каком состоянии они садятся за руль, уже становится, так скажем, основным мотивом появления этих дорожно-транспортных происшествий. По словам начальника госавтоинспекции региона Геннадия Полухина, наибольшее число происшествий с тяжелыми последствиями зарегистрировано в результате нарушений водителями правил дорожного движения. Каждое 14-е ДТП произошло из управления транспортным средством в алкогольном опьянении. Правда, по сравнению с тем же периодом прошлого года, количество таких ДТП уменьшилось на 25%, и количество погибших в них снизилось на 15%. По состоянию на 10 месяцев текущего года, значит, удалось снизить количество ДТП в местах совершения, которые выявлены, недостатки эксплуатационного состояния уличной дорожной сети на четверть, на 25% в абсолютных цифрах, с 4,53 до 337. В Ульяновской области усилят работу по повышению безопасности дорожного движения. Сегодня в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе реализуются три федеральных проекта. Об этом на совещании напомнил министр промышленности и транспорта Дмитрий Вавилин. На эти цели выделены огромные средства как из федерального, так и из регионального и муниципальных бюджетов – более 2 миллиардов рублей. Я сегодня уже могу смело говорить о том, что все показатели по данному национальному проекту, который предусмотрен на текущий год, у нас выполнены. Опасений каких-либо по тому, что до конца года у нас что-то еще изменится, по данному федеральному проекту нет. В целом, проект «Дорожная сеть» у нас включает в себя мероприятие по ремонту автомобильных дорог и по проведению инженерных мероприятий в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Для обеспечения безопасности движения на дорогах области применяются новые технологии. Так, в регионе идет замена краски, которую используют для разметки на термопластик. Он более надежный и прослужит несколько лет. В этом году новую горизонтальную разметку удалось нанести на 342 километрах дорог. Наезд на пешеходов в темное время суток – наиболее частое дорожное транспортное происшествие в населенных пунктах. Поэтому в 2019 году активно велись работы по устройству уличного освещения на 13 участках автодорог общей протяженностью более 22 километров. В результате в 7 раз увеличено темпы по обустройству уличной сети по сравнению с предыдущими годами. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Новости Улправды ТВ. За 10 месяцев 2019 года число ДТП на дорогах Ульяновской области сократилось на 6,5%, а количество погибших в результате аварий на 6,4%. Львинная доля аварий произошла из-за нетрезвых водителей. Региональная госавтоинспекция запустила мероприятие в рамках проекта «Автотрезвость», куда привлекают в первую очередь молодежь. Соблюдай правила ПДД и будь взаимовежлив на дороге. Разговор о необходимости соблюдения данных правил состоялся в техникуме питания и торговли. Со студентами встретились сотрудники региональной госавтоинспекции и провели интерактив по дорожной безопасности «Автотрезвость». Показали ребятам и специальные очки фатальное зрение, с помощью которых студенты на собственном опыте могут убедиться в пагубном влиянии алкоголя на организм. Нарушение баланса и координации движения, изменение времени реакции – все это испытали самые молодые люди, надев очки. Надев очки, ну, во-первых, стало все намного меньше, намного. Во-вторых, было состояние, как будто я сейчас вот-вот упаду. У меня отменялась координация, я не видел, что у меня под ногами вообще. Организаторы подобных встреч уверены – аварий, в том числе и с участием водителей, севших за руль пьяными, станет гораздо меньше. Мероприятие прошло в рамках месячника по профилактике вредных привычек среди несовершеннолетних. Региональные соревнования WorldSkills Russia 2019. Молодые профессионалы по рабочим профессиям проходят с 25 по 30 ноября на базе СУЗов и социальных партнеров. Всего участниками станут около 300 человек. На открытии побывала наша съемочная группа. В Ульяновской области стартовал 8-й региональный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Russia 2019. В Межрегиональном центре компетенции собрались около 300 участников, чтобы продемонстрировать свое мастерство. Открытие чемпионата прошло 25 ноября. Актовый зал на центральной площадке соревнований в Межрегиональном центре компетенции вместил в себя более 500 человек – участников и экспертов. Гостей развлекали студенты Ульяновского авиационного колледжа своими лучшими танцевальными и вокальными номерами. А в заключении мероприятия официальные лица выступили с напутственными словами. Россия вступила в движение еще в 2012 году. На сегодняшний день уже 85 субъектов Российской Федерации находятся в движении. Действительно популярность движения растет с каждым днем и набирает обороты. Хотелось бы заметить, что влияние на институты профессионального образования растут и усиливаются. Соревнования пройдут с 25 по 30 ноября на базе СУЗов и социальных партнеров. Среди ребят-участников эксперты определят лучших по 26 рабочим профессиям. Среди них веб-дизайн, разработка, дошкольное воспитание, кондитерское дело, сварочные технологии, обслуживание авиационной техники, кузовной ремонт, окраска автомобиля и другие. В основном мы готовились примерно где-то больше года, полтора года. Сначала теорию проходили, узнавали про модули, читали, знавали, а потом на практике проходили каждый модуль, сколько получалось, сколько времени было, готовились. В этом году впервые в рамках регионального соревнования состоится чемпионат навыки мудрых. Возраст участников от 50 лет и старше. Соревнования планируется провести с 30 ноября по 1 декабря по двум компетенциям – поварское дело и медицинский и социальный уход. Уровень ежегодно растет в связи с тем, что мы приобретаем на площадке более современное оборудование, оснащение этого требуют и инфраструктурные листы. Ежегодно вносятся изменения по части применения материалов, оборудования, которые используются на чемпионате. Ежегодно, конечно же, требуется некоторое обновление на самих площадках. В движении WorldSkills Russia Ульяновская область участвует по инициативе губернатора Сергея Морозова с 2013 года. Победители региональных этапов отправятся на национальный чемпионат профмастерства, где будут защищать честь региона уже в следующем году. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов. Новости Улправ ДТВ. 26 ноября в Ульяновской области ожидается переменная облачность, осадки маловероятные. Температура днем составит 2 градуса со знаком минус. Ветер юго-западный – 4,6 метра в секунду. Президент России объявил 2019 год годом театра. Проект «Театральное Приволжье» реализуется при поддержке полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Видеоверсии спектаклей победителей регионального этапа, 14 школьных и 14 студенческих театров представлены в открытом доступе на сайте проекта. С 1 октября спектакли ежедневно транслируются в эфире региональных телеканалов и сетях кабельного телевидения. Проголосовать за лучшую постановку ПФО можно будет в ноябре 2019 года по бесплатному номеру 8 800 350 35 43. У каждого спектакля свой номер. От 1 до 14 у студенческих, от 15 до 28 у школьных. Он размещен на экране при показе в эфире. В декабре 2019 года в Нижнем Новгороде будут подведены итоги фестиваля. Победители получат награды. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня на телеканале Управда ТВ по будням 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале управда.ру. До свидания. Все больше семей в России думают о надежности своих сбережений. Нужен семейный совет. Что выбрать? Государственные гарантии, высокий доход по хорошей ставке? Или простоту в пару кликов? Мы объединили все, что вам важно. Облигации федерального займа для населения позволят сохранить и приумножить сбережения, инвестировав под гарантию государства. Приобретайте облигации в отделениях банков-агентов и онлайн. Грамотный семейный совет для всех. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин